В столице стартовала международная выставка для отечественных и зарубежных фермеров Агритек, Фармтек, Астана-2022. В Казахстане сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики, поэтому на выставке активно представлены отечественные компании. Одной из них является компания «Астана-Нан», которая уже 20 лет занимается производством высококачественных химических средств защиты растения. Здесь наша компания представляет свою продукцию. А продукция – это пестициды, фунгициды, инсектициды, гербициды, которые выпускаются на нашем заводе, на собственном заводе, находящиеся в городе Степногорске. В этом году линейка препаратов расширилась. Если у нас было зарегистрировано на сегодняшний день 35 препаратов, то на сегодняшний день уже добавилось еще 13. «Астана-Нан» является одной из более 200 компаний, которые участвуют на выставке. Компания проводит своевременный осмотр полей и помогает правильно подобрать способы обработки. Пестициды производства «Астана-Нан» активно применяют для защиты зерновых, масленичных, бахчевых, кормовых и зернобобовых культур. «Если мы один год ущемим крестьянские хозяйства, они смогут в полном объеме использовать химические средства защиты растений, то в последующие годы могут быть и фитотинное развитие того или иной болезни, эпизидотии могут быть по вредным организмам». «Производственная мощность завода порядка 50 миллионов литров в год. Он является самым крупным заводом на территории Республики Казахстан, способен обеспечить сельхозтоваропроизводителей практически на 100% всех потребностей наших казахстанских производителей. Мы производим товар мне хуже иностранных производителей, но, соответственно, мы можем себе позволить регулировать цену так на рынке, как нам это удобно, и чтобы это было удобно для сельхозтоваропроизводителей». «Работаю здесь с самого начала завода. Когда строили лабораторию, даже соседние предприятия приходили, смотрели, потому что было очень интересно. Действительно, она оснащена самым современным оборудованием. Даже комплектующие, канистры проверяем, какое качество канистры, потому что нам тоже все это важно. Кроме того, что мы производим контроль продукции, мы еще и контролируем условия производства. То есть это содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, это микроклимат, влажность, освещенность, работа утяжных приточных систем. То есть такую работу мы ведем». Четверть пассивных площадей Казахстана обрабатывается препаратами «Астана-Нан». Производственная мощность завода покрывает годовой запрос товаропроизводителей. Оригинальные представители консультируют хозяйство в области защиты культур и оказывают полное сопровождение клиентов от закладки опытов до сбора урожая. Это позволяет не только сократить расходы предприятиям, но и увеличить доходы. «У нас качество в упаковке гарантированно обеспечивает доставку нашего товара в идеальном состоянии до потребителя. Мы берем на себя дополнительные обязанности по утилизации. То есть не крестьяне, не сельхозтоваропроизводители утилизируют ту тару, которая подлежит утилизации по законодательству. Мы берем на себя эти затраты. То есть это удешевляет нашим хозяйством, потребителям. Мы раньше делали только формуляцию. А сейчас мы освоили приготовление одного из компонентов, составляющих для формуляции наших препаратов для производства. Это соль для фасад. Мы ее производим уже сами. Но в перспективе есть еще всякие мысли, идеи. Соответственно, другие компоненты сырьевые производить, возможно, будем здесь. Есть, что, соответственно, удешевит нашу продукцию и более привлекательно будет для наших сельхозтоваропроизводителей, для наших покупателей, потребителей. Главная цель компании – обеспечить качественной продукцией отечественный рынок. Сегодняшнее мероприятие яркое тому подтверждение. Но компания не останавливается на достигнутом, постоянно развиваясь. Стратегическая цель компании «Астананан» – расширить предприятие и выйти на мировой рынок.